Сегодня у нас очередное заседание пленарное, на котором будет рассмотрено или запланировано к рассмотрению, как всегда, 85 наименований законопроектов, 27 из которых по упрощенной программе. Как вы понимаете, в день правительственного часа вряд ли будет рассмотрено без упрощенной схемы 20. Но мы хотели бы сакцентировать ваше внимание на нашей позиции. Мы считаем, что в течение месяца рассмотрение двух вопросов касательно Министерства труда, социальной политики и социальных вопросов, оно с нашей точки зрения на данный момент не совсем отвечает проблемам, которые есть в нашей стране. Потому что на данный момент действительно есть рост задолженности по зарплате. Но, к сожалению, в стране отсутствует единая методика по определению такового. Смотрите, вчера была коллегия генпрокуратуры, на которой прокуроры похвастались, что они посодействовали выплате зарплат 28,5 миллиарда рублей. Однако официальные справки Минтруда никогда больше 3,5 миллиардов задолженности не показывали. Вместе с тем, Роструд похвастался по итогам 2016 года, что он тоже поспособствовал выплате 22,5 миллиардов рублей. Мы же считаем, что реальная заработная плата порядково выше и, к сожалению, сегодня не учитывается. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы Министерство труда и социальной политики ускорило законы, которые бы сократили размеры разрывов заработных плат руководителей и работников. А такие законы сегодня есть, и они, к сожалению, саботируются в ведомствах экономических и финансовых. Мы будем настаивать на том, чтобы принятый в 2001 году закон о труде и минимальный размер оплаты труда равнялся прожиточному на территорию. Он тоже сегодня, к сожалению, все время откладывается отдельными законами. Ну и, конечно же, мы будем настаивать на том, чтобы монетизация экономики, ну, как минимум, была как в странах 20-ки, а не в одной стране 20-ки, монетизация экономики не имеет размера меньше 91%. У нас на сегодня 41,3%. Я в прошлый раз поднимала вопрос, задавала вопрос Голодец о выплате зарплаты. Этот вопрос остается актуальным, так как все это, занижаются все цифры, и из регионов нам идут сведения, звонки о невыплатах, о задержках. Это очень актуально. Я хотела бы, чтобы это как раз звучало вновь. Кроме того, хочу сказать, сегодня будет Топилина, мы будем задавать ему вопросы по социальным вопросам. И один из таких вопросов – это летний отдых детей. Мы перед Новым годом приняли закон о летнем отдыхе, однако до сих пор правительство еще, орган не утвердило, которое будет за это отвечать. Ну и денег, конечно, ну что такое 20 миллиардов на летний отдых? Это ничего. Поэтому, знаете, когда нам петух клюнет, как говорят, в одно место, вот мы давай скорее закон делать. Но закон сделать и не делать подзаконные акты – это ни о чем не говорит. Кроме того, я хочу сказать, что недавно Медведев подписал, наконец-то, национальную стратегию по защите женщин. Ну я там много чего могу рассказывать, но на одно хочу обратить внимание нашу замечательную половину человечества. Что там четко написано, что женщины за одинаковый труд с мужчинами должны получать одинаковую зарплату. Вы скажете, а что, этого нет? Да, этого нет, сегодня и не было. Потому что считается, что женщина, она вроде бы как не главный кормилец семьей, поэтому зарплата у нее всегда была ниже, повторяю, за один и тот же труд. Поэтому в этой национальной стратегии все это прописывается, меня это радует. Еще быстренько, так вот, мотством одним, у нас в комитете сейчас рассматривается ряд запросов по пособиям детям до трех лет. Это очень важно, потому что ясельного возраста устраивать в сады мы не можем, так как их нет. Очень важный вопрос сегодня также устройства детей в первые классы. Вы видите, какой ажиотаж, даже себя временно прописывают специально где-нибудь, чтобы поближе школа была к дому. Поэтому нужно строго отслеживать это, во-первых, органам, а во-вторых, нужно программу составлять такую, как была программа детские сады. Школу нужно строить, это потребуются огромные деньги. Ну и как сельский житель, житель аграрной области Тамбовской, я не могу не отметить, что мы сегодня должны поддерживать всячески наших фермеров, наши открытые акционерные общества и другие, которые занимаются сельским хозяйством. Я давала поправку в бюджет о том, чтобы дать еще возможность закупать технику фермерам новую и так далее. Ее не поддержали в Государственной Думе, стали так хорошо много. Сегодня видим, что нехорошо и немного денег выделяется на это очень важное дело, так как импорт замещений у нас остается пока на бумаге. Я не скажу, что ничего не делается, это будет неправда, но тем не менее, наши продукции лучше и мы должны всячески поддерживать. Спасибо. Сегодня состоится рассмотрение во втором чтении весьма резонансного законопроекта, касающегося изменения системы ОСАГО, страхования на сегодня гражданской автоответственности. Мы сразу высказывались уже к первому чтению о том, что данный законопроект защищает интересы, прежде всего, страховых компаний. И, безусловно, автолюбители в любом случае проиграют, в каком бы варианте этот закон ни был принят, хотя бы по одной простой причине. Их лишают сегодня права выбора. Выбора денежной компенсации, либо соответствующего восстановительного ремонта. Теперь приоритеты восстановительный ремонт. Чем мотивирует такое решение или подобные поправки Центробанк, ну и правительство Российской Федерации? Тем, что в России возникло 20 так называемых токсичных регионов, где страховые компании никак не могут свести дебет с кредитом в результате якобы эффективной работы неких автоюристов, которые разоряют таким образом страховые компании. Мы проанализировали сегодня прибыль страховых компаний. За 2015 год она составила более 80 миллиардов рублей. По итогам 2016 года она будет не меньше, поэтому говорить сегодня о том, что страховые компании бедствуют, что не хватает денег, не приходится. А то, что в этих регионах 20, которые сегодня называются токсичными, сегодня действительно функционируют некие преступные группировки, которые путем обмана, путем коррупционных связей получают приличные выплаты, это отнюдь не говорит о том, что надо менять закон. Это говорит о том, что более эффективно должна работать правоохранительная система. Я думаю, замена нескольких начальников УВД или замена нескольких председателей областных судов решила бы эту проблему уже давным-давно. Вместо этого нам предлагается новый усложненный механизм получения этих самых выплат, от которого проиграет большинство автолюбителей. Со своей стороны мы внесли поправки, которые минимизируют или делают, скажем так, меньшим ущерб от принятия этого закона. Они поддержаны. Я надеюсь, сегодня будут проголосованы. Это поправки, которые касаются применения при ремонте восстановительным только новых деталей. Это поправки, касающиеся увеличения гарантийного срока. Это поправки, касающиеся приближения станции авторемонта к месту жительства пострадавшего. Поэтому сегодня они будут приняты. Но еще раз повторяю, данный законопроект – это прежде всего лобби страховых компаний. Он направлен на решение именно их вопросов. И, к сожалению, правительство здесь является в лице Центробанка проводником именно этой политики, которая под собой не имеет никаких финансовых и каких-нибудь других объективных причин. Мы проголосуем за поправки, но в целом за закон голосовать не будем. Еще раз повторяем, он ущемляет права большинства автолюбителей. Спасибо. У нас прибыль банковской системы за прошедшие два месяца возросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Напомню вам, за прошлый год банковская система Российской Федерации получила 1 триллион прибыль. При том, что сегодня, к сожалению, нарастает стагнация переработки и обрабатывающих отраслях при очевидных решениях. Мы сегодня подготовили обращение и отправили президенту Российской Федерации в части неадекватного отношения правительства, предстоящей посевной. Если вы посмотрите, то у нас за прошлый год кто только не похвастался за результаты сельского хозяйства. Но реально ситуация такова, что у нас те субсидии, которые бюджетом предусмотрены, они составляют всего 1,4% от расходной части. В Евросоюзе это 25% субсидирования, в Соединенных Штатах это 33%. Но подавляющая часть государственных субсидий идет, как правило, через банки. В результате идет двойная, с нашей точки зрения, отчетность о помощи силу. А с нашей точки зрения, вообще, финансирование бюджетное должно идти напрямую на погектарную, на поголовную поддержку предприятий конкретных. Более того, наш анализ показал следующее, что 80% государственных субсидий получили 20% рентных олигархов. А фактически те, кому положено, средний бизнес, малый бизнес, фермерство, таковым ресурсам оно не допущено. Мы считаем, что именно безответственность Центрального банка и Минфина приводит к следующим вопросам. Я неоднократно поднимал вопрос о постановлении 13-42, который, в принципе, позволил оживить 73 предприятия сельхозмашиностроения. Президент поставил задачу 25 миллионов рабочих мест. Кто их может организовать? Их может организовать. 41 миллион гектар поднимаете в сельское хозяйство. Чтобы спахать, посеять и убрать, нужны тракторы, автомобили, комбайны, сейлки, веялки, переработка. Сегодня у нас в стране мы выпускаем всего 20% от того, что выпускали в 1991 году. Энерговооруженность села Российского 3,5 раза ниже, чем европейская, в 9 раз ниже, чем американская. Энерговооруженность гектаров 2 раза ниже технологической нормы. Поэтому, если вы посмотрите, то вот эти вопросы как раз порождают массу других проблем. Почему? Потому что Центробанк хочет заниматься пенсионным обеспечением, но не хочет заниматься кредитно-денежной системой и финансированием реального сектора. Очень много вопросов идет, особенно в наш комитет от многодетных семей. У нас нет закона вообще о многодетной семье. У нас есть только в каждом регионе свое определение. Например, там на Кавказе многодетная семья, 5 детей, допустим, в Тамбовской области 3 и так далее. Это неправильно. Должен быть федеральный закон, и, конечно, обращаясь не только к своим депутатам, к правительству прежде всего. Закон должен быть разработан. Мы живем в одной стране, и многодетные семьи, которые получают сегодня льготы, а нам хотелось бы, чтобы эти льготы были действенными, чтобы родились у нас дети в стране, чтобы поднималась экономика, нам нужно обязательно сделать эти льготы едиными, а не просто так. В одной области одно дают помогать, в другой другое. Спасибо.